Всем привет! Сегодня я покажу вторую часть нашего короба, как и обещала. Ссылку на первую часть смотрите в верхнем правом углу. Это будет загибка. Обрезаем двойные стойки. Надо, чтобы остались одинарные. Так как они у меня не сильно длинные, поэтому я придумала сделать загибку Изиду. Подробно покажу, как я это делала. Обрезаем все вторые стоечки, чтобы они нам не мешались. И плетем веревочку из трех. Изида из трех. Можно сделать также из четырех. Следующую стоечку справа мы загибаем и укладываем параллельно нашей рабочей трубочке. Потом берем следующую рабочую трубочку за стоечку. И также укладываем параллельно соседнюю правую стойку. Перед тем, как сделать еще один, мы должны обрезать стоечку. Обрезаем нашу стоечку. Теперь мы будем прятать то, что мы обрезали. Промазали слегка клеем, чтобы ничего не выскакивало. И прячем. Видите, спряталась наш пенечек, можно так сказать, огрызочек. И так продолжаем дальше. Теперь заканчиваем. Смотрите, наши последние три стоечки. Закидываем запрет последнюю. Я стоечки пообрезала. Слегка тут у меня не так получилось. Теперь смотрите, мы должны просунуть ее под нашу трубочку. Вы можете изначально туда добавить добавочные трубочки, но я не стала добавлять. В принципе, тут и так понятно. И просовываем туда же нашу стоечку. Так тоже надо уметь, потому что забудете добавить и не будете знать, куда поставить ее. Добавили нашу трубочку, стоечку. Теперь берем следующую рабочую трубочку и загибаем за следующий стоячок. Теперь смотрите еще. Мы загнули за следующий и перед следующим мы должны под самый низ всей плетеночки нашей загибочки просунуть нашу рабочую трубочку перед предыдущей стоечкой, которая идет следом. И туда же нашу стойку. Аккуратно все изгибаем. У меня тут угол, поэтому надо придерживаться угла. Туда же параллельно просовываем и стоечку. Эту стоечку мы сейчас обрежем сразу, чтобы не нарушать последовательность. Она здесь не нужна, так же, как мы делали до этого. Так, обрезаем. Подмазываем клеем. Теперь берем нашу последнюю рабочую трубочку и заводим ее. Так, укладываем ее сверху и тоже мы заводили. А теперь опять за следующую стоечку перед следующей. Не знаю, как это объяснить. Смотрите глазками и все поймете. Главное, со стоечками не перепутаетесь. В каждую промежуток между стоечками у нас должна выходить трубочка. Вот так надо сказать. Не за стоечку, а перед. Если вы отрежете трубочку сразу за стойкой, то у вас она просто выскочит. А так она будет держаться на следующей. С помощью нее. Надеюсь, это понятно. Теперь вот эти вот оставшиеся наши рабочие трубочки, по идее, мы должны тоже обрезать. Как все это делают, ну большинство. Но мне не нравится их обрезать, потому что, как ты не поправляй, это такое место интересное, которое все равно будет слегка видно. Если веревочка из четырех, то можно, в принципе, и обрезать. Я думаю, что так видно сильно не будет. Там она объемнее. Я всегда прячу вот так вот. Захожу и сразу за поворот стоечки под низ. Ну конечно, смотря какое у вас плетение внизу идет еще. Смотрите. Если там будет идти ситец, то, наверное, будет сильно видно. А если веревочка из трех, из двух, то думаю, что не так будет сильно видно. Все попряталось. Завели их внутрь, а внутри мы их просто обрежем. Теперь будем делать нашу крышку. Основную часть, смотрите, вот в правом верхнем углу будет ссылочка. Проплела я одну веревочку из трех. Вот следующую веревочку из трех. Мы ряд следующий проплетаем, уже угловые соединяем вместе. Если вы посмотрите по ссылочке, там тоже это будет. Просто веревочка из двух. Здесь веревочка из трех. Вот так оплетаем. Оплетаем по кругу, пока ничего мы не наращиваем, никакие углы. Если у вас будут круглые углы, то вам этого и не надо будет. У меня острые углы, такие островатые. То я вам покажу, как я буду их делать. Проплетаю веревочкой из трех по кругу. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий ряд я буду делать обратную веревочку. Так же как прямая, только внутрь плетем. Я думаю, что уже многие это знают, но некоторые может не знают, поэтому показываю. Проплетаем веревочку обратную веревочку. И будем ее заканчивать. Заканчивая мы заводим следующую за стоечку за нужную. Потом следующую трубочку мы должны... оставляем. Следующую трубочку мы должны завести внутрь. За одну... Ну вот сюда вот смотрите. Там вы по узору увидите, куда нужно, чтобы у вас получилась коса. И третью трубочку тоже так же заводим за стоечку внутрь плетения. И выводим их наружу. Точнее на лицевую сторону. Вот как они у вас вышли, вот так мы их и выводим на лицо. Теперь мы примеряем нашу крышку коробу. Видите, небольшое расстояние остается. Это значит, что уже пора нам делать вниз стоечки для борца. Я беру такие небольшие кусочки трубочек. Они у меня по оставались от плетения. И добавляю их поверх наших стоечек. Перевернула соответственно крышку, конечно. Забыла сказать. Чтобы эти трубочки у нас шли внутрь короба, который я сейчас добавляю. Добавляем все наши дополнительные бортовые стоечки. Теперь опять переворачиваем нашу крышку и плетем дальше, как и плели. Проплетаю опять обычную веревочку из трех. Просто те трубочки, которые мы дополнили, стоечки коротенькие, они остаются внизу. А эти мы также и проплетаем. А те мы просто не трогаем. Можно конечно было бортик сразу сплести, но тогда было бы неудобно дальше плести крышку. Поэтому мы пока их не трогаем. Они пока клей схватится, как раз потом будет удобно. Дохожу я до угла и теперь будем делать прямой угол. Но он у меня не совсем такой прямой, как я уже сказала. Раздваиваем наши трубочки, которые еще не раздвоились. И заворачиваем рабочей трубочкой вокруг нашей стоечки. Делаем оборот. Можно оборот сделать, я буду делать на двух, можно сделать на четырех, еще боковые взять. Я потом дальше в следующем ряду так буду делать постепенно. Завороты. Это все надо примерять крышку, постоянно примерять коробу и смотреть, как вам нужно. Сделали заворот, примерили, если что-то не так, развернули обратно и опять завернули так, как надо. И так каждый угол проверяем, чтобы у вас крышка соответствовала вашему коробу. Этот ряд, как я и сказала, проплела с заворотом двух трубочек. Следующий ряд я уже проплетала больше, там по-моему четыре трубочки я сделала, стоечки обернула. Теперь смотрите, начинаем также веревочку из трех завели за стоечку. Это уже окончание. А нашу стоечку следующую, как в изиде, точно так же. Заводим под низ, под соседнюю стойку. И укладываем рядом, но нам же ее надо спрятать, чтобы пенечки не торчали. Потому что это лицевая сторона. Поэтому я обрезаю ее и прячу ее внутрь, внутрь плетения. На углах, конечно, деликатное такое место, там надо будет постараться это все спрятать. Но, тем не менее, это возможно. Засунули кончик, спрятали, все подровняли. Вот здесь я вам покажу, чтобы лучше было видно процесс. На углах не сильно удобно показывать. Вот так вот загнули, обрезали и спрятали в плетении. Расширили, чтобы удобно было. И спрятали. Вот эти вот стоечки, как вы уже заметили, они у меня все находятся в коктейльных трубочках. Для того, чтобы они не высохли. Потому что вот сейчас, при вот этом завороте, они могут потрескаться, если будут сухие. Поэтому они должны быть влажные. Чтоб не трескались. И так мы делаем по кругу. И на этом крышка почти закончена. Останется только внутренний бортик у нас. Дошли до внутреннего бортика. Перевернули, загнули наши трубочки, перпендикулярно поставили их, наши стоечки. И оплели веревочкой из двух. Когда вы будете подставлять эти трубочки изначально, вы не забывайте, что у вас само плетение имеет какую-то ширину, толщину. Поэтому в короб, чтобы у вас они входили не плотно. Чтобы расстояние какое-то было. Ну там на фотографии у меня было видно. Проплела я 4 ряда и получила нашу крышку. Ну а вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем творческих успехов. До новых встреч в новых роликах.